я наверно думаю что только окружающие могут сказать обо мне то что они думают но я не знаю на самом деле что они что у них вот в голове когда они там видят меня многие считают что это машина моего парня который дал мне ее повезти ее на мойку допустим мои родственники вообще не поняли близкие люди они настолько некоторые даже чуть ли не до ненависти относятся к машине и она очень к ним так не очень приветливо относить это все это покупка конечно было очень странно непрактично опасная какой-то степени да это старая машина не намного опаснее допустим чем там новой с подушками там хорошими все мы тут есть тоже они но как считают мои родственники меня не спасут почему бмб у меня не было такого прямо сосредоточенности именно на этой марке я в принципе люблю японские некоторые машины и американские есть достаточно достойные модели но на данный момент наверно именно эта тройка именно вот эта м3 она подходит мне по духу по своим свойствам подходит вот данному характеру которым вот который сейчас у меня возможно я поменяюсь и действительно придется что-то поменять и с автомобилем а так пока что вот она полностью соответствует я вижу сочетание красоту в сочетании человека взаимодействие с машиной с автомобилем это очень интересно когда механизмы под воздействием человеческих рук и ног так сказать начинают работать и это ну очень восхищала меня всегда и всегда к этому стремились ну бмб и м3 бмб это немножко разные вещи я считаю что их вообще нельзя в одну так сказать ячейку ставить потому что действительно отличается и езда на м3 и какие-то ее свойства и выносливость ну это очень интересная машина она заставляет развиваться все время конечно есть такая так сказать привычное мнение чтобы бмвисты вот это особенно на старых этих бмв они гоняют там и хулиганят на улице да есть такое но я вот сюда любила бороться со стереотипами и вот это вот мне нравится это чувство и что я вот еду меня воспринимают сначала вот как же такую тоже хулиганку или что на самом деле это не так я по улицам стараясь не гонять и я ну конечно иногда хочется там чуть-чуть разогнаться и но я обычно это делаю на таких доступных площадках где это можно сделать вот и в принципе я понимаю почему вот эти вот хулиганы это делают это действительно в этом есть какая-то тоже красота но я не могу ее поддерживать и не могу вот тоже таким заниматься ваше время мне страшно было и я тебя немного заставляла ехать потому что чуть-чуть перебороть надо было себя, но поскольку она такая крутая, он не хочет за ней поехать. Это все-таки заставляло меня сесть за руль и ехать каждый день. А если была какая-то лоховская, мне вообще там, я лучше там пройдусь и не буду вообще ездить. Ну, в принципе, да. Мне нравится, как она сочетается со мной. Я ее не до конца разгадала, вот, да. Мне это тоже в ней очень привлекает, то, что я все время ее изучаю, разгадываю. У нее какие-то вот тайны как будто. Она для меня не вещь и не друг, как некоторые говорят, что вот машина – мой друг. Она просто продолжение меня, как часть моего характера, я не знаю, часть, ну, вот, как одежда, которую я одеваю. Ну, даже я могу сказать, что она как часть моего организма, потому что когда я сажусь за руль, я сливаюсь с ней, вот, и я уже как не чувствую себя отдельно. Я вот еду, я не могу, вот, разделять нас с ней. Вот, я не, ну, я вижу это одним целым. Как бы, нет такого, что я отдельно к ней как-то отношусь. Я отношусь так, как к себе. Эта машина достаточно стильная, на мой взгляд. В ней действительно дизайнеры вот тех времен на этих заводах BMW очень постарались. Они сделали очень стильную машину с очень хорошими характеристиками. Мне нравится, что в ней сочетание вот все-таки такой, какой-то простоты внешней. В внешности не скажешь, что она там агрессивная какая-то еще. В ней какие-то там спрятаны тайны. Но когда ты начинаешь ехать, действительно, когда мне показали, как она может ехать, это просто, ну, как ракета какая-то, но при этом на вид достаточно миленькая и элегантная. Есть желание как бы за ней следить. Хочется, чтобы она сохранилась. Хотя бы вот, ну, чтобы я ее не испортила, так сказать, своими какими-то вмешательствами, оставить ее вот в максимально оригинальном состоянии. Доработки вот только, наверное, какие-то моменты, если есть тюнинг. Ну, вот не хочется ее, как сказать, насиловать своими идеями. Возможно, когда-то я что-то другое с ней сделаю. Может, она станет корчом в итоге каким-то. Но это пока такое, только мысли могут быть. Вот в BMW есть очень много таких моментов, где надо сказать, это просто старая BMW. Все нормально. Все нормально. как действительно часть меня, на мой взгляд, то я почувствовала себя полноценным человеком, что какой-то части, которой не хватало во мне, она появилась. Как будто мне руку пришили, которой не было, и я стала ею функционировать. Это очень крутое ощущение. Субтитры создавал DimaTorzok Вот я обожаю движение. Я без него не могу жить, наверное. И вот скорость – это одно из таких факторов, которые помогают почувствовать это движение максимально. Поэтому я очень к этому чувству отношусь с уважением, так сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok